Меня зовут Аня, я мама двух прекрасных мальчишек. Я хочу открыть свою студию ногтевого сервиса. Меня зовут Елена, это моя дочь Ева. Я предлагаю открыть клуб досугой для мам в декрете. Меня зовут Катя, у меня есть дочка. Меня зовут Полина, мне 4 года. И у меня есть студия красоты Сафари. Екатерина Гудкова, мама-предприниматель, экономист. Открыла студию красоты, когда дочке было 3 месяца. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Мы отначали 4 года, и я как раз-таки писала там большой пост на эту тему. И как раз сказала, что мы опять в начале пути, потому что только сейчас, наконец, приходит понимание, как это должно быть. И что мы хотим видеть в конечном итоге. И где мы там уже каких шишек набили, что хотелось бы сделать лучше. В моей семье никто бизнесом не занимался вообще. То есть у меня мама железнодорожник, папа работал на полете. Мне всегда казалось, что это столько далеко от меня, и что бизнес это мужчины, и вот как-то так. Я бы назвала это безысходностью, потому что я понимала, что работать мне однозначно надо, и рассчитывать мне нужно на себя. Рано остались самостоятельными. Нас сильно сблизило, наверное, когда у нас мама не стала, и Катя рано вышла замуж, в 18 лет. По большому счету, когда не стала бабушке, можно сказать, что мы остались с ней вдвоем, и все. То есть как-то вот близких и родных особо больше нет. Малышка, я тебя вечером сама приду, заберу, ладно, как всегда? Ладно. Ну все. Да, 2-3 месяца, когда Катя начала ее оставлять. Времени для переживаний не оставалось. То есть она понимала, ради чего она это делает. Зарабатывать надо, содержать этого же ребенка, собственно говоря, как-то надо. Поэтому приходится укротиться. Есть няня у них, слава богу, очень хорошая. Это мама моего школьного друга. И она вот ее с 3 месяцев взяла под свое крыло. И, в общем-то, вот так до сих пор она с ней сидит. Будет непонятно, это все инстанции и все прочее, но мне хватает дня, пока ребенок в саду. Выходные, конечно, чаще всего у няни проводят. Она сначала работала на профессиональной косметике, потом перешла в салон. И потом уже вот открыла свой, поэтому все как-то, мне кажется, весьма логично. Работала я там порядка 4,5 лет. Это был салон красоты и магазин профессиональной косметики. Я ушла в декрет, и у меня не было возможности просто сразу вернуться, как я хотела. Меня пригласили через год, когда я смогу ребенка полноценно оставлять. Но я понимала этот момент, что и через год я ребенка полноценно оставлять не смогу. И нужно чем-то заниматься, нужно какое-то себе применение найти. Потому что объективно, конечно, понимала, что в качестве наемного сотрудника я никому не интересна с грудным младенцем на руках. А потом приехала в свой же салон красить волосы. И мне коллега говорит, Катя, давай салон откроем вместе. Я говорю, ну, я вообще не хотела, если честно. Ну, давай. От начала нашего разговора до момента покупки студии прошло 10 дней. Это только Катя на это способна, с ее характером, с ее упорством. Я просто знаю ее хорошо, я знаю, ну, очень близко, очень долго. Как я сейчас, Анда, шучу, говорю, у меня послеродовая травма была мозга. Я не соображала, что я делаю. Поменялась ситуация сегодня с каналами продаж. Изменилась, но, на мой взгляд, она вернулась к очень хорошему, к хорошей ситуации, к началу, когда продажи были очень персонифицированы. Что такое продажа, например, там, 19-го, 18-го века? Это лавка. У лавки стоит кто? Приказчик, который что делает? Зазывает в лавку. И зазывает каким образом? Не просто зазывает, он знает большинство клиентов, которые к ним мимо проходят. Вот он четко говорит, о, Настасья Филипповна, для вас специально привезли вот такие вот изумительные ботиночки, которые вам помогут. Помните, мы с вами разговаривали? О, там, Иннокентий Владимирович, да, как бы для вас, вот для вашего сына, вот тот ремешок, который подойдет и сделает его там очень элегантным. То есть была определенная персонификация. Дальше он что делал? Он затаскивал в лавку, и кому он отправлял его? Купцу, к торгашу, который уже продавал непосредственно. То есть система была чего? Привлечения потенциального клиента, система лидогенерации, которая сегодня возникает. Вот сегодня продажи очень сильно поменяла лидогенерации, потенциальный клиент с данными, которые мы можем использовать, которые мы можем привлечь. Сегодня задача стала как можно больше вот таких потенциальных клиентов привлекать. Я работала в этой сфере, и я понимала, что без таких больших серьезных инвестиций, которые будут возвращаться очень долгое время, то есть не так, что там вложил 10 миллионов, и они через два года вернулись, то прям такие долгосрочные должны были быть инвестиции. Ну, в принципе, получить какую-то серьезную прибыль очень сложно, очень сложно. Мы брали не полностью кредит, это был кредит и еще просто заемные средства. Привет! Привет! Как у нас дела? День хорошо. Вот наши записи сегодня. Ага. А дай, пожалуйста, я что-то еще вчерашнее быстро гляну. Очень большое ожидание от администраторов, потому что, конечно, от администратора зависит очень многое. У многих представление, что администратор, ты приходишь красивая, садишься за стойку администратора, отвечаешь на телефонные звонки и собираешь деньги. Все, на этом твоя функция заканчивается. А о том, что ты должен чай, кофе предложить, о том, что ты по этим чашке эти помыть должен, вовремя отреагировать, кто пришел, кто не пришел, где мастер задерживается, не задерживается, скорректировать вот эти все нюансы, это огромный пласт работы. Когда мы вот с Натальей вместе начинали работать, мы работали администраторами вообще целиком, два через два. Вообще, конечно, администраторам работать в своей студии очень полезно, очень. То есть ты знаешь всю кухню изнутри, ты сразу же общаешься с клиентами, понимаешь, что они хотят, какие есть претензии. Какой вот трафик входящих звонков. Я до сих пор иногда выхожу администратором. У нас всего в студии 80 квадратов. Сейчас мы находимся в парикмахерском зале с вами. А всего у нас таких, ну, глобальных три помещения. Получается зона ресепшена и зона продаж средств ухода, парикмахерский зал и зал маникюра, педикюра. Ну и там же у нас находится парикмахерская мойка. Аренду мы платим чуть больше 50 тысяч рублей в месяц за это помещение. То есть около 600 рублей за квадрат. Средняя такая цена, на самом деле, она не низкая, не высокая. Мы здесь сразу студию купили. Меня очень устраивает, как наши помещения расположены. То есть они такие изолированные. Для меня, например, очень важно, чтобы зона ресепшена была изолирована, и там себя гости чувствовали спокойно. Бизнес-план, конечно, который стоило написать, мы не писали. Мы примерно так, сели на листочки и написали. Столько нам нужно платить аренды, столько там будет вот таких постоянных расходов. Ну, значит, примерно столько нам надо зарабатывать, примерно столько в день. И все, и погнали. Я примерно представляла, то есть какие расходы у нас постоянные, какие расходы переменные и, ну, из чего они складываются. Был декабрь месяц, и мы как раз понимали, что нужно открываться перед Новым годом, конечно же, чтобы получить какие-то первые результаты. Надо же было уже работать перед Новым годом, чтобы как-то там уже начать зарабатывать. Новый год-то сам заработок. Поэтому, да, все очень быстро решилось. Мы немножечко не представляли всех рисков на тот момент. Мы очень сильно, такое слово, может быть, как оно, жаргонное, да, встряли вот именно с тем, что мы не ожидали, что будет какое-то там поломанное оборудование или вот не будет расходных материалов. Если вот сейчас уже с нынешним мозгом, я бы, честно, не залезла в эту историю, наверное. Мы тут сюрпризов очень много встретили. Когда мы купили салон, ну, и ты смотришь, вроде все нормально, все прилично. А потом мы начали открывать коробки с красками, они пустые. Гель-лаки высохшие, да, то есть там пусто. Кресло там разваливается под клиентом. Солярий, крышка солярия не работает. То есть, ну, и мы сразу вот в одномоментно попали, ну, на такое количество денег, то есть их нужно было столько еще довкладывать, что мы, конечно, вообще никак не ожидали, ожидать не могли, потому что для меня такая параллельная реальность была, если честно. Так не бывает, так люди не работают. Еще столько же пришлось очень быстро занять и вкладывать, вот, ну, сколько мы потратили на покупку. Ну, практически там, может быть, 80% от начальных уложений. Оборудование нам пришлось экстренное, экстренное, что-то ремонтировать, что-то перезакупать. То есть, ну, вот были, да, какие-то сложности. И, конечно, это огромная часть именно в расходные материалы, потому что предполагалось, что расходные материалы все есть, по крайней мере, на первое время работы. Это как с ремонтом дома. Всегда все рассчитывают, мне там надо такую-то сумму, потом начинают делать ремонт, а оказывается, что надо в два раза больше. Так же и здесь абсолютно. То есть, власть, какие-то моменты, куда-то вкладывать надо. Что сдаться я не переживала. Просто трудности, маленький ребенок, она одна, это тяжело, поддержки не было. Мы вот в декабре, когда открылись, мы в декабре отработали на подъеме. Ну, в декабре у всех есть работа всегда, это стандартная история. И, конечно, когда наступил январь, и можно было кричать «Ау!», мало кто готов был сидеть и выдержать вот эту всю историю. Как раз-то я позвала сестру, ей придется выйти с декрета, пойдем работать. У меня просто вариантов не было. Катя, она как танк прет. И она, Катя, ну, Катя пришла, говорит, Настя, надо делать там, надо сделать вот это, сделаешь. Я говорю, есть вариант. Она говорит, нет. Я говорю, значит, делаем. Все, то есть, все решалось именно так. Год мы работали без зарплаты. Год я жила на кредитную карту просто. Это у меня там и две кредитных карты было, с которых я здесь сняла, сюда положила, здесь сняла, туда положила. Так и было. О, мой кофе. Спасибо. Лен, скажи мне, какие у меня сегодня процедуры будут? Два часа ламинирования ресничек и в четыре часа кератин волос. А, ну все, это я примерно до семи, да, буду занята? Она же еще как мастер принимает клиента. Она делает ламинирование ресниц, она делает архитектуру бровей, она делает ботокс, кератин волос. Началось, честно говоря, все с того, что большой поток людей, девчонки не успевают смыть краску, тут уже другой человек. Говорит, помоешь? Помою. Пошла, помыла. Потом говорю, ну, мне же надо как-то научиться это делать профессионально. Потом возникла острая необходимость отучиться ламинированию ресниц. Я научилась вот это делать. Потом возникла необходимость разгрузить мастеров от восстанавливающих процедур, тут кератин и ботоксы для волос. Пошла, отучилась и начала делать вот это. Потом в какой-то момент у нас возникла ситуация, что нет бровиста в салоне. Я пошла на курс бровиста. Кто ищет, найдет, кто хочет, тот сделает. Она вообще неугомонная в этом плане девочкой. Фотосессии какие-то выездные, то есть во всех мероприятиях партнеры, мы где только не были уже партнерами каких-нибудь мероприятий, то есть какие-то спонсоры. Мы постоянно где-то участвуем, постоянно наш салон где-то светится. Салона многие на это не тратятся. Ну, зачем как бы? Ну, вот ходят у нас тут местное население, и все. У нас, кстати, местное население так уж и много ходит. По-моему, да, тут не такой большой процент. В основном люди приходят, ну, с Инстаграма, там, с Катины какие-то, разработки всякие. Расклеивали объявления, и соцсети ввели, и личные сообщения писали. И по близлежащим организациям какие-то листовки разносили, ходили знакомиться, что «Здравствуйте, мы открылись». Все делали, все было. Постепенно, постепенно, постепенно работали клиентскую базу какую-то. Конечно, на тот момент нас очень выручил солярий. Когда это была студия «Загары», у нас было два солярия, и в тот период еще люди активно загорали. Они ходили туда. Только они привыкли к плохому обслуживанию. И когда мы им там начали выдавать какие-то одноразовые шапочки, когда мы там стали приносить просто воду в солярий, обо мне позаботились. Я вот по сей день не могу, например, на аутсорсинг отдать ведение сетей и общение с клиентами в этих соцсетях, потому что люди хотят, чтобы им отвечали быстро. Если я нахожусь онлайн и не сплю, я отвечаю в час ночи, я отвечаю в два часа ночи. Я отвечаю всегда, когда я вижу сообщение. Это ответы не шаблонные. Ты общаешься с клиентом, ты пытаешься выяснить, что он хочет. И человек на том конце, он тоже понимает, что он общается с живым человеком. То есть не с каким-то, да, ну, там, ботом, условно говоря, или с человеком, который, ну, очень условно понимает всю эту систему. Я занималась только этой работой на тот момент. Вот онлайн нельзя рассматривать как канал продаж в Майсвейке. Вы не продадите в соцсетях, потому что вас тут же забанят, если вы начнете продавать. Мы делаем офферы, да, мы делаем предложение, бан. И причем забанит вас та же соцсеть, скажет, что ты слишком активный, да. Потому что если мы хотим максимальное количество сделать, нам что-то начнем в личку что-то слать. Все, получили бан. Нет, вот это ошибка, потому что продажу чистую, да, можно рассматривать только когда к вам пришел клиент, который же какую-то потребность выявил. Сначала вы должны, потребность и желание это вытащить у него. Вот онлайн-каналы вы должны рассматривать своеобразно. Это лид. Вы должны получить клиента, который вам напишет телефончик, напишет свою электронную почту, на которую теперь вы можете выслать какое-то определенное коммерческое предложение, и свое имя. То есть вы приблизительно его начинаете понимать, кто он, что он. И тогда у вас есть возможность ему начать продавать. Сегодня вы должны перетащить вашего лида, да, утеплить его, сформировать в нем ценности определенные, и только тогда это продать. Теперь скажите, в онлайне это можно сделать очень качественно? Практически нет. Это можно сделать, но просто вы должны такое усилие сделать на собой, или привлечь профессионалов, которые вам помогут очень коммуникационно вот эти моменты простроить, аргументы, да, правильно коммерческие, правильно офферы сделать. В онлайне практически это сделать сложно, и онлайн нужно воспринимать как ситуацию привлечения клиента. Даже если у вас интернет-магазин, он что сделает? Он вам позвонит или вышлет вам заявку, но высланная заявка или звонок вам в компанию не значит, что вы продали. Это было бы здорово, 100 заявок, 100 продаж. Нет, а конверсия приблизительно такая же, 100 заявок, 20-30 продаж. Сколько раз я в диалогах встречала, девчонки пишут, что мне муж предлагает денег дать на бизнес, я вот думаю, чтобы мне открыть, наверное, это будет салон красоты. Так просто. Все так быстро меняется, интерьеры меняются, это надо подстроиться, техника меняется, надо все поменять. Только мастеров найти, вот задача. Тех, которые будут работать, мастеры тоже тоже, двигатели работы вообще. Все это организовать, чем работать, на чем работать, как работать. Ты подстраиваешься, и постоянно рынок меняется. 5 лет назад никто не знал про эти амбре и шатуши, а сейчас просто каждый человек, а вы делаете это, вы делаете это, вы делаете это. Нам до сих пор нужны мастера. Текучки как таковой практически нет, но необходимость в руках она есть. Как минимум парикмахер нам сейчас еще один нужен. Ну и, пожалуй, маникюрный мастер еще бы один, честно говоря, не помешал. Да и периодически денег не хватает, чего греха таить. Всяко бывает. Бывают месяцы, которые, ну, они не сезон, они для всех не сезон, и, наверное, я слукавлюсь и скажу, что у нас там круглый год, одинаковый поток, и все круто. Да нет, всяко бывает. И проваливаются месяца абсолютно как у всех. Много чего за кадром остается. Налоговая, все санэпидемстанции, все проверки, там, расчетные счета. Это что за кадром остается? Об этом же никто не думает. Все думают, ну, зарегистрировал и пей, вперед и с песней. Сколько у этой налоговой вопросов к тебе возникает периодически? А сколько там нюансов всяких разных? А открыть так, а открыть так, а сделать вот так? А как вот провести какие-то мероприятия? И дисциплина, и урегулирование вопросов заработной платы, да, потому что у нас рынок такой очень избалован на самом деле, и очень многие рассчитывают мастеров ежедневно. Я считаю, что в серьезном заведении это неприемлемо и невозможно. Зоны ответственности у мастеров нет тогда. Ты завтра можешь спокойно не выйти, и ты знаешь, что тебе за это ничего не будет, ты ничего не потеряешь. А когда человек все-таки работает, он знает, что у него зарплата, ну, как-то ответственности побольше все-таки будет. Это вот как один из рычагов управления. Человеческий фактор, девочки, переезжать в другие города, не знаю, кто-то уходит в декрет. Вот, например, завтра у меня одна девочка уйдет в декрет, а вторая переедет, условно, там, в Москву, и это будет катастрофа. А это вполне реально, я просто понимаю, немножечко по возрасту девчонок, и ты от этого очень сильно зависишь. Салон мы купили с мастерами. То есть там были мастера, которые сказали, да, конечно, мы останемся. 16 декабря мы подписали договор и пришли на работу, а там числа 25-го мастера все дружно собрались и ушли. Это, конечно, такой был нож в спину. Как минимум два маникюрных мастера, они ушли, и четыре парикмахера. Все клиенты упали на меня, то есть я работала, буквально мне там Катя приносила еду, говорит, поешь, тебя уже начинают шатать, говорит, ты не ела везде. Ну, отработали, вывезли. Конечно, шок, конечно, и такие, что делать, куда бежать. Конечно, обратились к мастерам, с которыми мы работали в предыдущем месте. Ну, справились, справились. За маникюрных мастеров работала я, вот с парикмахерами, конечно, да, приходилось тут как-то тоже. Девочки и без выходных работали. Взлеты и падения бесконечные. Да, Катя как птица-феникс поднимается и с пеплом всегда. Через два года мы наняли администраторов и, в принципе, начали зарабатывать деньги. В тот момент мы решили открыть второй. Мы взяли третьего человека к себе, который готова была вложить деньги, и открыли второй салон. Мы хотели сеть развивать на тот момент, была такая идея. Пропадали там, мы работали администраторами. И, конечно, через три месяца, когда я в отчеты уткнулась, я взялась за голову, потому что начинать надо было все сначала. Да. Я почему не хочу сейчас, на сегодняшний день развивать сеть? Потому что разорваться невозможно. И мы, конечно же, бросили все силы на открытие второго салона. Мы открывали его в центре города. И совсем как-то упустили из внимания первый свой салон. Просели количество услуг, и качество обслуживания, и постоянных клиентов мы потеряли. И в коллективе, вот мы немножечко упустили, но все-таки женский коллектив, про него прям легенды ходят. И здесь мы немножечко руку сняли с пульса, и получилось, что там они в коллективе, что-то где-то кого-то недопонял, где-то... Вот, и мы потеряли одного из ведущих специалистов, и я тоже очень сильно больно ударила, если честно. На грани была, да, несколько раз она, но я больше не могу. Может быть, уже все надо закрыть, может быть, все надо... Ну, это секундные слабости. Чуть в том, нет, все, и понеслась опять вперед. В общем-то, можно было начинать сначала. Что я и сделала? Я уехала в отпуск, две недели отключила мозг и думала, как же нам быть. И приняли болезненное решение расстаться, как ни крути, как мы бы не находились в одной упряжке, да, и назывались одним именем, но все равно я вложила деньги сюда, человек вложил деньги туда, и вот некоторый вот раздрайв был. Поэтому решили просто разделиться и работать спокойно каждый по себе. На момент открытия второго салона девочка, вот с которой мы начинали, она продала свою долю. Она просто постарше была. Мне кажется, она предусмотрела эту ситуацию. Когда разрастается, там открывает второй, третий, пятый, конечно, ты уже не сможешь находиться везде и какие-то вот моменты контролировать. Поэтому у меня, честно говоря, ну, на сегодняшний день нет какого-то желания делать сеть, потому что я хочу в одном месте делать все это хорошо. Я хочу еще какой-то параллельный бизнес иметь. Это тоже с косметикой связанная история. У нас есть план на дистрибьюцию взять косметики и заниматься. То есть, у нас там есть наработки какие-то и мысли на эту тему. Когда мы наняли первых администраторов и стали работать четыре через два, то есть, я стала к салону привязана быть два через четыре, у меня четыре дня было свободных. И, конечно, в этот момент у меня появилось больше времени заниматься ребенком. У меня просто все рядом. У меня работа, дом и сад. Это все вот в пешей доступности находится. Вот они две, как две подружки. Доча уже приходит здесь тоже, хозяйка валенькая, да, с нами бывает, тут работает. И я с работы бывает бегу, забираю ее из сада, потом мы идем в магазин, домой. Мы дома раньше девяти вечера не бываем никогда. Часть делегировать приходится, хоть как, ну, хоть как. Мы уже вдвоем и сейчас я так захожу домой. Ну, ладно, завтра уберемся. Ну, мы же девочки. Это мальчикам надо первое, второе, третье и пятое. Мы девочки, и он банан съели, кефиром запили, и все, у нас все хорошо. Школа? Не знаю. Ну, один, конечно, из вариантов, это частная школа. Ты утром ребенка уводишь, как в сад, и вечером забираешь с готовыми уроками, с посещенными кружками. Вот, наверное, это наша история будет, если честно. Что-нибудь по-другому формируется отношение покупателя к продажным продуктам. Ему ценности нужны, ему нужны выгоды. Три аргумента, почему мой продукт должны у меня купить. Вот только еще, не классическими, там, качественный сервис, нет, он должен, пускай, если даже сказал качественный сервис, теперь он должен объяснить клиенту, почему это ему выгодно. Это техника продажи. Когда ты переводишь какие-то фактические данные, телефон 15 дюймов, выгоду для клиента, она легко помещается в карман. То есть тебе не нужно будет его постоянно носить в руках, а ты бросил, да, и не беспокоишься. Перейти вот к ситуации, чем это полезно и выгодно для клиента. Мы подход, я подход, да, у меня самый лучший товар, у меня там, самые красивые игрушки, это я подход, перевести, вы подход, да, для вас это значит, что ваш ребенок, ваша девочка, там, да, будет маму целовать, потому что мама сделала и хороший подарок, это мы на эмоциональную такую потребность, поддавили, поддавим, да, и мама купит, потому что и хочет, чтобы ее ребенок поцеловал, и это работано со знанием покупателя, да, мы должны в любом случае помнить, естественно, о нашей прибыли, о нашем доходе, но быть заботой о клиенте, это очень важное слово, которое у нас потерялось, мы не заботимся о нашем клиенте очень часто, не надо, чтобы он был лояльный, не надо, чтобы он вас любил, да, подходите с заботой о клиенте, да, и он вам сторится, вернет очень многие вещи. Вообще, наши отношения с дочерью складываются достаточно интересно, то есть, у нас была классная няня, она давала моему ребенку все, то есть, все занятия, выучить стихотворение, они с ней занимались, и у меня не было необходимости заниматься этим с ребенком, и мы с ребенком, вот, развлекались, и до сих пор, в принципе, это так, я к своему стыду не сделала ни одной поделки с ней в садик, ну, и как-то она никогда не жалуется, она даже и не думает, что может быть возможно по-другому, но у нее такая мама. Если ты находишься в бизнесе, у тебя не бывает выходных, у тебя не бывает отпуска, ну, полноценного, да, я второй год не могу выбраться в отпуск, и я не могу, потому что нужно оставить на продолжительное время, переживаешь за это всегда, ты не можешь мозг выключить и не думать о том, как у тебя там это происходит, ты всегда думаешь, ты всегда контролируешь. Вся душа там, столько лет, я там ребенка оставляла трехмесячного с няней, конечно, и работала, я очень люблю свою работу. Я молодец, да, конечно, конечно, понимаете, можно много говорить о сложностях, безусловно, да, они есть, но когда ты думаешь о том, что ты создал, о том, что ты даешь людям место для работы, да, ты обеспечиваешь людей рабочими местами, у тебя люди зарабатывают приличные деньги, почему нет, почему этим не гордиться? т.S. ,